Всех приветствую! Сейчас поговорим с вами о том, как не угореть на деньги, а если честно, как не проебать в крипте на последних фишинговых атаках, потому что их постоянно развивают. Я вам сейчас расскажу один из примеров последних, на котором человек потерял больше 2 миллионов долларов буквально, как говорится, за считанные секунды. Значит, давайте я микрофончик отсюда закреплю, вот так вот. Надеюсь, будет слышно и нам звука хватит. Значит, в чем суть данной атаки? Я буду прикреплять здесь скрины и коротко просто расскажу. Нам, наверное, понадобится с вами меньше 5 минут, чтобы разобраться, как сделать так, чтобы вас не отчпокали. Значит, рассказываю предысторию. Допустим, у вас есть любой эфириум кошелек, Trust Wallet, MetaMask, whatever, биржа Binance, что угодно. То есть вы хотите отправить с кошелька А какие-то средства на кошелек Б. Допустим, вам кто-то прислал адрес, да? Что вы обычно делаете? Значит, вы обычно, стандартный процесс, вы копируете полный адрес кошелька, да? И отправляете на него тестовую транзакцию, к примеру, 10 или 100 долларов. Ровно так же поступил наш товарищ, который там вчера или позавчера должен был отправить, допустим, 2 миллиона долларов. Если честно, там было больше, я покажу скрин, сколько это было. 2 миллиона там с копейками долларов. Значит, он копирует адрес, который ему прислали. И обычно все эксплореры показывают первые 8 цифр и последние 8 цифр адреса. И, значит, что вы делаете? Вы скопировали, посмотрели, запомнили там начало и запомнили конец. Сделали тестовую транзакцию, все, она подтвердилась. И, допустим, для того, чтобы уж точно, да, все было хорошо, вы копируете, то есть вы проходите на SR-скан, да, по SR-скану и смотрите последние подтвержденные транзакции, которые были. И там отображается этот адрес, на который вы отправили средство. Все, вы увидели, что оно дошло. И вы заходите в Explorer, но после того, как вы отправили первые 10 или 100 долларов, значит, автоматический скрипт генерирует адрес, похожий на ваш, вот на который вы должны отправить. Он генерирует похожие цифры, первые 8 и последние 8, да, и отправляет несколько простых транзакций, пустых, каких-то минимальных на ваш адрес, как бы там специально делается такой колл. И у вас в вашем Explorer отображается взаимодействие с вот этим фишинговым адресом, который в начале и в конце полностью соответствует тому адресу, на который вы отправляли. Так вот, товарищ этот посмотрел, что все пришло, и потом он копирует первый адрес, да, который соответствует вроде бы первые 8 цифр и последние 8 цифр, они соответствуют, и он отправляет туда всю сумму, то есть вот все эти 2 миллиона с копейками. И, соответственно, хакер что делает? Он получает эти средства, разменивает их на эфир, у него получилось 1200 там эфиров с копейками, да, и все, и будь здоров, и ваши все денежки улетают. Значит, какой вывод из этой истории? Как не угореть и не получить такой же результат, как у нашего товарища, который, значит, потерял 2 миллиона буквально за пару минут? Что нужно делать? Ну, во-первых, когда вам прислали адрес, вы действительно копируете этот адрес и отправляете туда тестовую транзакцию. Вот после того, как вы отправили на этот адрес тестовую транзакцию, значит, вы увидели, что все дошло, вы не копируете адрес из Explorer, да, а вы снова возвращаетесь к тому адресу, который вам прислали, копируете его, вставляете в поле кошелька для отправки и еще раз перепроверяете. Старайтесь перепроверить все группы цифр, да, то есть, как бы, не только конец и начало, а вы смотрите, просматриваете весь адрес, особенно если вы отправляете крупную транзакцию. В общем, вот такая вот история, ребята. Чтобы не потерять деньги, в криптовалюте нужно быть очень внимательным. И еще распространенные варианты скама, это, значит, фишинговая рассылка вам на почту. Когда у вас есть Trust Wallet, Trezor, Ledger, что угодно, вам периодически на почту могут приходить ссылки из разряда срочно, очень важно, обнаружена уязвимость в последней прошивке, да, нужно срочно обновить вас Trezor, Ledger, дальше подставьте что угодно, вы переходите по этой ссылке, он может запросить у вас, там уже разные комбинации, он может запросить у вас, допустим, фразу, вашу 12 слов, либо приватный ключ, или что-то якобы для обновления. Как только вы вводите ваш приватный ключ, сразу же, буквально через 10 секунд, автоматически скрипты списывают все средства, которые находились у вас на кошельке. То же самое может быть с NFT, то есть, если вы хотите взаимодействовать с каким-то новым протоколом, вы хотите на вашу NFT-шку получить какой-то приз, да, или и так далее, да, что вы должны сделать? Ну, на крайний случай, во-первых, 10 раз перепроверить все ссылки, убедиться, да, что кто-то уже этим пользовался. Если у вас есть комьюнити, допустим, да, как у нас в DeFi Hunters, вы идете с этим вопросом в комьюнити, говорите, ребята, вот я здесь собираюсь получить т-т-т-т-т, вот такие расклады, кто-то уже получал, или есть какая-либо у вас информация, если вы не уверены, да, читайте Twitter, смотрите, все перепроверяете, переходите по ссылке и подготавливаете определенным образом ваш кошелек. Значит, вы выводите оттуда все лишнее, а лучше просто создаете новый кошелек, на него переводите NFT-шку, и на него переводите только необходимое количество эфира для газа, допустим, там, 0,1 эфир, этого будет достаточно. И все, и вы идете уже там, пытаетесь что-то клеймить. На самый худший вариант, если вы все-таки попали, да, то вы потеряете NFT-шку и потеряете вот этот 0,1 эфир. Но представьте, допустим, если у вас это ваш трезер, на котором у вас хранится, там, не знаю, 100, 200, 300 эфиров, там же хранятся все NFT-шки и еще куча разных ERC-20 токенов, и вы просто идете, значит, вот так вот бездумно, с этого же адреса пытаетесь заклеймить что-то там, непонятное, очередное какое-то говно в NFT, и в этот момент лишаетесь полностью всего, что у вас было на кошельке, всего эфира, в других ERC-20 токенов, ваших позиций на Uniswap, то есть, вот, к примеру, у вас там был миллион долларов в разных взаимодействиях, вот это все вы можете потерять, если вы не понимаете, что вы подписываете. Поэтому будьте очень внимательны, хакеры не спят, они постоянно придумывают новые фишки, и если вы сами не уверены, лучше переспросите у людей, которые уже более опытные и смогут вам помочь. Все, всем всего хорошего, будьте в безопасности, следите за своей криптой, ну и подписывайтесь на наши социальные сети, если не подписаны. Ну и в конце я хотел еще сказать пару слов о том, где искать комьюнити. Если вдруг вы ищете комьюнити, да, то у нас есть DeFi XXX Hunters, у нас в каждом посте, наверное, в Телеграме есть ссылка на DeFi XXX Hunters, под этим видео мы тоже разместим ссылку на DeFi XXX Hunters. Там действительно больше 1200 человек на сегодняшний момент находятся, и это эксперты в разных сферах, у кого-то свои проекты в DeFi, да, у кого-то свои децентрализованные биржи, у кого-то даже централизованные биржи есть, да, у ребят есть разные протоколы, я не буду называть всех, да, кого-то вы уже знаете, кого-то нет, в общем, welcome, приходите, там всем всегда рады, вы можете выбрать как вам угодно, да, вы можете подключиться на год с возможностью писать, без возможности писать, вы можете потом пойти там в какой-то супер дорогой тариф, из разряда с VIP-ами познакомиться, да, вы можете ездить вместе с нами по всем конференциям, ну, в общем, это в любом случае какая-то дополнительная коммуникация, какие-то знакомства, поэтому всех приглашаем, внизу будут все ссылки, вы точно не пожалеете.